Привет, друзья! Попал в небольшой частный музей. Вот так человек собирает себе коллекцию, можно сказать. Это в Калининградской области я был. И абсолютно-абсолютно разные экспонаты, то есть все, что хотелось, то и он себе откладывал и собирал. Так что, думаю, будет интересно посмотреть на такие разные-разные экспонаты от, скажем так, зуба мамонта до абсолютно современных каких-то вещей. То есть вот они супер, но если по кронологии вот это вот древнее Пруссия, вот эти витринки. Ну, судя по всему, конкретные данные лоты, не очень, данные предметы не очень там реставрировались в ракушках, в раковинах. И, честно скажу, такие металлические штуки могут даже и разрушаться от воздействия кислорода. Вот так и есть. Они взрываются, но, конечно, ржавеют. Ржавеют, конечно, от взаимодействия с кислородом, окисления. Тут оно все в таком состоянии, что тут уже очень сложно. Спасти, да? Ну, тут прям такие наполеоновские войны. Ух ты, прям вот эта шпака. Так, дальше. Ядра. Дальше, значит, это уже основанно, но оно работает, не только в шею. А вот и, кстати, оружие. Да, вот как раз мечи. А кинаков, кстати, и нет. Шпаги. У нас гладиус есть. Это вот это? Да. Что такое гладиус? Я не помню, кто и чей он. Это короткие древнеримские мечи. А, римские. Ага, я никогда не видел римские. В основном только скифские. Видел. Кому-то могли отрубать голову вот этой штукой. Был несерьезно. Так, это пушка. Точнее, то, что от нее осталось. Классно, что можно прям ходить среди экспонатов. Да, прям, круто-круто. Вот это. Такое старинное ружье. Тоже можно увидеть. К сожалению, в плохом состоянии, но он сколько ему лет. Тут у нас пуг... Это, наверное, пуговицы, да, скорее всего. Вот такие. Первая мировая война в Восточной Пруссии. Мы видим гранаты. Ручная громада. Граната германская. Шимашинка. Здрасте. Какой-то... А это все аппараты для спецсвязи. Ага. С президентом можно связаться. Прямо зажимаешь. Желтая кнопочка, да, и звонишь. Разные виды. Вот они. С такой вот ручкой. Обалдеть. Обалдеть. Да, и какой-то год, примерно, телеком. Ну, это советских времен. То есть там 40-е, 50-е. Нет, наверное, это, наверное, 80-е больше. А вот это, наверное, пораньше. Это на более старой. Тоже накручивать надо было его, да, и вызов диспетчера. Можно температуру отслеживать, да. Классно. Каски. Вот вы видите, от американской, немецких, да. Это пожарная. Она не подписывает там все. А, да, сейчас посмотрю. Верхний ряд каски немецкая. Средний ряд. Интересный такой вот экспонат. Очень наполненный. Не показал вам ордена. 50. Разные. Вот. И пойду на второй этаж. Какие-то мясорубки. Газовые, газовые счетчики. Глянь. 38-й, газовый счетчик 25-й. Ого. Наташа, поднимемся. Что здесь на втором этаже? Тут уже военная экспозиция. Такая. Ну, тоже статуэтки. тоже есть. Баяны. Сказофоны. Здесь такие старинные эспанаты. Какая-то маска. Гляньте. Маска африканская. Одесса. Привет. Всем здесь и ты. Кто из Одессы, поставьте лайк. Видео. Гляньте, какие интересные. Раз. 3D. Опа. Тут ничего нет. А сзади она вот так выглядит. Обалденно, да? Бутылки. Разные книги. Книги, я говорил, их очень сложно хоронить. Потому что для них нужна температура определенная. Они очень пылятся. Довольно сложно в таких условиях жить, когда у тебя там коллекция книг. Потому что где-то... О, тут прям панорама. Военные разные гранатометы. Подствольные всякие штуки. И панорама с... Прямо... С военными... Такими... Лентами, пистолетами. Честно говоря, ребят, не могу назвать название. Я не знаю, как называется конкретно данный вид оружия. Ну, вот, интересный такой ковер для фанатов ковров. Вот. Описание конкретно, что здесь на данной... В данном событии, да? Как проходили сражения. Немецкая форма. Похоже на оригинальную, не знаю. Спрошу. Такое вот довольно жесткое. Гляньте, прям с черепом на этом. Очки такие. Думаю, тоже могут быть оригинальные. Если посмотреть сбоку. Круто. Возможно, у вас дома остались такие старинные. Даже какие-то лампы, не знаю. Может только коллекционировать, но кто-то коллекционирует. Я в этом не отбираюсь. Печатные машинки. Копия. Герой Советского Союза. Ну, довольно... У нас даже в музее в Харькове такой, вот, к сожалению, нету оригинала. Почему? Потому что конец где-то в запасниках. Копии орденов, славы. Немецкий разговорник. Там всякий стой, стрелять буду и так далее. На Виолите, кстати, часто видел, такие продаются. Но здесь хорошее состояние с охраны. Вот статуэтки. И, я так понял, это уже производство Советского Союза. Так, главное, ничего не снести тут. Неудобно стоит. Коллекция. Это у нас советские все. Может быть, уже и современные. Так, какая тематика коллекционирования вам нравится? Какую тему вы собираете? Напишите в комментариях, пожалуйста. Шлем СССР. Такие я прям даже видел в аукционах. продаются на Виолите. Тягущий небо. Ну вот и все. Вот такой вот частный музей, можно сказать. Я зашел, поснимал для вас. В целом, все такие лоты можно найти на Виолите, на других аукционах. Друзья, спасибо, что посмотрели. Всем передаю привет. И ходите по музеям. Смотрите все своими глазами. Пробуйте. И удачи всем. Пока.